Я представлюсь, меня зовут Рушиньян, я представитель круизной компании «Созвездие». Наша круизная компания организовывает круизы по рекам России и также эксплуатационные рейсы. Миссия нашей компании – делать людей счастливыми. Мы очень рады всем туристам и особенно рады мы агентам, которые нам этих туристов приводят. Поэтому с удовольствием расскажу о нашем продукте, о том, кому он подходит и о основных спецификах конкретно нашей компании. Сегодня хотелось бы не только рассказать о том, кто мы такие, почему мы такие хорошие, но также рассказать о нашей новинке. К навигации этого года мы приобрели еще один теплоход. Вот наш код обогатился. Расскажем о том, чем наш сервис отличается от сервиса наших конкурентов, также о том, какие маршруты мы предлагаем, и о особенностях, которые отличают нас на рынке речных круизов. Сейчас в ближайшее время здесь в чате появится также Екатерина. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их во вкладочку «Вопросы», чтобы я их видела. На вопросы касательно продукта, сервиса, такого всего, буду отвечать я. Если какие-то вопросы будут по оформлению заявок, агентскому вознаграждению, вот на такие моменты будет отвечать Екатерина, представитель ТУИ. Поэтому еще раз добрый день. Надеюсь, на позитивную ноте мы очень быстренько с вами проведем это мероприятие. И хотелось бы начать с того, кто мы вообще такие. Крызная компания «Созвездие» на рынке речных круизов с 2004 года. На данный момент наш плод насчитывает 7 теплоходов. Все теплоходы у нас разные. Они подходят абсолютно любому туристу. Миссия нашей компании, как я уже говорила, делает людей счастливыми. И, в принципе, весь наш подход сформирован на том, что мы заботимся о каждой мелочи. И если вы отправите туриста конкретно на теплоходе нашей компании, мы можем уверить вас, что он будет полностью, максимально доволен. И наша цель в том, чтобы он к вам вернулся счастливый и попросился еще раз сходить к круизу обязательно на нашем теплоходе. Вот. Наш флот разнообразный. Мы не останавливаемся на одном и том же. Мы расширяем линейку наших теплоходов так, чтобы любой турист с любыми предпочтениями, как в типе отдыха, так и в комфорте, мог не только найти для себя круиз на наших теплоходах, но и позволить его. Все наши теплоходы максимально комфортные. Но, скажем так, концепция такая, что есть разные каюты, есть разные теплоходы, и это позволяет расширять не только географию круизов, но и расширять возможность предоставления отдыха. Теплоходы нашей компании делятся на два типа. Первый – это большие теплоходы, и второй тип – это средние теплоходы. Также мы, как я уже говорила, организовываем экспедиционный рейс. Больших теплоходов круизна компания «Созвездие-4». Это теплоход «Маленький принц», «Лунная соната», «Лебединое озеро» и «Дмитрий Фоманов». Все эти теплоходы вмещают до 300 гостей. Они отличаются тем, что в них очень много общественных помещений, там более активная развлекательная программа, более насыщенная, и есть множество кают абсолютно разных категорий. То есть начиная от уникальных одноместных кают с балконом, которых нет на теплоходах у других круизных компаний, до кают четырехместных, бюджетных, где можно отдохнуть всей семьей, при этом сэкономив как в бюджете, так получив максимальный комфорт, потому что сервис круизной компании «Созвездие» единый на всех бортах. Такие теплоходы почти подходят в основном для семейного отдыха, для отдыха с детьми, для более такого молодого контингента. Мы стараемся нашу развлекательную программу «Эксперсионный» строить так, чтобы, скажем так, молодить средний возраст туристов. Вы можете предлагать круизы на теплоходах больших размеров новичкам, круизерам, которые никогда не ходили в речные круизы. Это позволит им максимально комфортно ознакомиться. А большие теплоходы у нас совершают самые популярные рейсы. Это круизы по Золотому кольцу, круизы выходного дня, рейсы из Москвы в Питер и из Питера в Москву. То есть они подходят максимально большому количеству туристов. Собственно, специфика также этих теплоходов заключается в том, что на теплоходах больших размеров у нас есть каюты с индивидуальным балконом, что позволяет туристам получить не только максимальный комфорт от отдыха, но и еще свой маленький кусочек парубы. Особенно на фотографии можно увидеть, что все наши борта привлекают внимание еще до того, как турист заходит на регистрацию. Все теплоходы круизной компании «Созвездие» имеют свою уникальную раскраску. Поэтому на реке они отличительно привлекают внимание, их всегда более ярко видно. Каждый теплоход имеет свою неповторимую раскраску и историю. Например, теплоход «Лунная соната», вот вы его видите, он украшен нотами. На борту данного теплохода путешествуют трупы Санкт-Петербургского мюзик-пола, и каждый второй день круиза для туристов проводят полноценные мюзиклы. На теплоходе «Лебединое озеро» нарисован балет, и на борту путешествуют трупы Санкт-Петербургского театра «Путь». Соответственно, каждый второй день круиза у туристов полноценный спектакль с антрактом, с памяткой, то есть целый экспириенс. Но помимо этого, также есть на каждом большом теплоходе полноценная детская комната снятия аниматоров. Соответственно, если ваши туристы идут в отпуск с детьми, они будут отдыхать и детьми будут заниматься. Это очень важно, потому что это позволяет родителям не только, скажем так, интеллектуально-познавательно развивать детей, но при этом еще не беспокоиться о том, что они находятся в замкнутом помещении, что детям будет скучно. На всех больших теплоходах путешествуют кавер-группы. Это как раз такая история усреднения среднего возраста туристов, то есть живая музыка вечером, каждый вечер дискотеку. Также, скажем так, подключаются к выступлению кавер-группы. Это позволяет и молодежи весело проводить время, и, соответственно, туристам уже более взрослого возраста. Очень разнообразный каютный фонд. Помимо стандартных кают, есть каюты с балконами и обновленные каюты класса комфорт. Каюты класса комфорт реновированы, и, соответственно, они более похожи на такой современный номер в отеле, поэтому подойдут тем, кто еще ни разу не ходил. Ну и, соответственно, каюты с балконом, конечно же, для тех, кто хочет максимально комфортно отдохнуть. Типоходы круизной компании среднего размера. На данный момент мы выделили в эту категорию только два теплохода. Это Некраса и Бенуан. Северная сказка, наш любимый теплоход Северной души, у нас ушел уже окончательно в экспедиционные годы. И сейчас мы позиционируем, что средних размеров у нас только два теплохода. Эти теплоходы отличаются камерной обстановкой. Они меньше, соответственно, сразу буду показывать. Теплоход Некрасов и Бенуан. Полностью обновленные общественные помещения позволяют себя чувствовать максимально комфортно. Все каюты на этих двух теплоходах увеличены площадью. В каждой каюте есть душевая кабина. Максимальное вмещение пассажиров мстимости идет 130-150 человек. Поэтому ваши туристы здесь будут чувствовать себя максимально уединенно, тихо, спокойно. Такие теплоходы, в принципе, рейс на этих теплоходах более продолжительные. Они больше подходят, наверное, опытным круизерам. Если у вас туристы, которые уже ходили в Крыс, хотят максимально комфортно отдохнуть, смело можете предлагать им рейсы на данных теплоходах. К навигации этого года мы обновили флот также. И на Некрасове появляются каюты с индивидуальным балконом, что позволяет туристам, которые хотят еще более максимально комфортно отдохнуть, тоже получить свой кусочек палубы. На блок-теплоходах есть такая фишка, как библиотека. Но это не просто библиотека, как обычно привыкли. Это именно история более такая уникальная, потому что там специально мы подбираем книги, которые более популярны в этом году. Это современная литература, это классическая литература. И во всех барах и общественных помещениях есть такое, как барное меню. Это меню книги на день. Турист может заказать себе книгу, абсолютно прекрасно ее прочитать, потом вернуть. Максимально комфортная обстановка. Даже в каюте стандарт есть полный набор телевизоров со скрытниковым телевидением, телефон внутренней связи, чтобы можно было что-то заказать из бара, допустим, либо позвонить на ресепшн. Есть душевые кабины. Звездочка стоит только потому, что буквально в четырех каютах, это две одноместные каюты на каждом теплоходе, просто там по специфике не получилось поставить душевую кабину. Но во всех остальных каютах полноценная душевая кабина встанут в лед, что позволяет еще больше повысить уровень комфортности. Общественные помещения на обор теплоходов полностью обновлены. Максимально комфортный, спокойный, размеренный отдых. Вот, видите, проект нашего будущего полулюкса. И как раз многофункциональные помещения. Теплоход меньше, он камерный, но все помещения сформированы так, чтобы они максимально использовались. Поэтому ваши туристы однозначно не будут чувствовать себя скучно, потому что наша команда аниматоров – это большие профессионалы. Точно так же будет и живая музыка, и выступление. Просто в более спокойной обстановке, в более камерной. И наши экспедиционные маршруты, их два. Это два теплохода «Северная сказка», наш любимчик «Северной душой». И также теплоход «Империя» по Байкалу. Что такое экспедиционные круизы? Экспедиционные круизы, они отличаются от стандартных тем, что там более подготовленные теплоходы. По уровню комфортности они никак не уступают обычным классическим судам, но по техническим характеристикам они более сложны. Допустим, есть возможность в труднодоступном месте высадить туристы на шрубке. При этом это все так же остается отель на воде. Соответственно, максимально комфортно путешествовать, ознакомиться с такими довольно труднодоступными участками, при этом получив все услуги, при этом живя в хорошем номере отеля. Близкое знакомство – это, скажем так, особенность экспедиционных круизов. Если в обычном классическом маршруте круизном турист просто отправляется на экскурсию, получает, скажем так, основное такое знакомство с местом, в экспедиционных маршрутах уже экскурсионная программа построена немножко по-другому. Это знакомство с коренными народами, это знакомство с кухней, то есть, соответственно, уже даже ресторан работает немножко по-другому, чтобы турист мог максимально погрузиться в обстановку того места, куда он отправляется. Больше информации, развлекательная программа в экспедиционных рейсах находится немножко по-другому сформирована, то есть это познавательные лекции также включены, и больше такая информативная история для большего погружения. Ну и, естественно, самые красивые пейзажи, борта теплохода, я вижу вопрос, сейчас отвечу. Экспедиция, это всегда очень красиво. Теплоход «Северная сказка» совершает рейсы на обе их пеше. Рейсы будут в 2023 году. На данный момент никто уже лет 6 не ходит по этим рекам, поэтому мы рады, что мы снова открываем эти прекрасные места для туристов. Теплоход «Империя» совершает экспедиционные кризисы по Байкалу. Разница в них колоссальна. По факту «Империя» — это очень камерный теплоход, там всего 13 кают, соответственно, большие суда на Байкале не могут передвигаться, поэтому это самый максимальный способ увидеть Байкал от юга до севера, весь Байкал в одном кризисе с экспедицией созвездия. В «Северная сказка» теплоход уже больше, здесь пассажирами с темностью идет 160 человек, много кают, которые позволяют с собой брать детей, то есть с дополнительными местами, и он сам по себе более комфортабельный, там больше общественных помещений, скажем так, более активную жизнь на борту теплохода можно провести. Вот в этом их разница. В остальном они точно так же комфортабельны. То есть в компании «Северная сказка» у нас все теплоходы комфортабельны. Ответила на вопрос или еще добавить что-то? Так, вернемся потом, если что, я читаю. Только у меня снова просьба, Убрина, если есть возможность, пожалуйста, пишите вкладку «Вопросы», а то я так могу не смотреть в чат. И новинка этого сезона – теплоход «Маленький принц». Это наш новый большой теплоход. Буквально в 2019 году данный теплоход провел модернизацию, но к навигации этого года мы еще дополнительно его модернизируем, мы обновляем полностью еще раз общественные помещения и делаем полулюксы с балконами. Данный теплоход вмещает в себя до 280 гостей. Фишка на этом теплоходе будет телескоп. Он будет стоять на солнечной палубе в баре. Соответственно, мы точно так же его будем подключать в коннект для туристов. И специфика в том, что это один из самых максимально комфортабельных вариантов. Можно смело сказать, что это новый продукт на реках России, потому что действительно чего-то похожего не было. Мы рады это предоставить. Полностью обновленные каюты класса комфорт. Все каюты будут именно этого класса. По каютному фонду могу сказать, что у нас 44 полулюкса, 20 из которых с балконом, 58 двухместных кают класса комфорт, 13 одноместных, и одна из этих 13 будет также с балконом, и 8 кают трехместных на нижней палубе. Трехместные каюты всей нижнего размещения, то есть дополнительные места, все места нижние, никаких верхних полок. Обновленные общественные помещения. Теплоход будет совершать самые популярные маршруты по Золотому кольцу, и также у него есть рейсы в Татахстан, это третья столица России, Москва, Казань, Казань, Москва. Тоже можно абсолютно спокойно всем туристам предлагать вашим. У нас индивидуальный подход каждому туристу. Предлагая вашим туристам кейза на теплоходах нашей компании, мы смело можем сказать, что они будут довольны. Мы окружаем туристы заботой 24 на 7. Если вы отправляете туристов к нам, он точно не будет вас беспокоить уже больше. Он позвонит вам только для того, чтобы поблагодарить и сказать, как хорошо ему было. Мы стараемся заботиться о туристах от и до, и прекрасно понимаем, что важен не только внешний вид, но и, конечно же, содержание. Поэтому особое внимание мы уделяем безопасности на бортах наших теплоходов, также питанию, развлекательной программе, атмосфере. Все наше питание, оно формируется бренд-шефом, и оно максимально сбалансировано. Ваши туристы будут питаться по системе футбот, все включено, не считая алкогода. Во время завтрака у нас шведский стол организовывается, и бонус от компании, помимо чая, кофе, соков, свежевыжатых, моксов, мы подаем завтрак аристократа, это бокалы гристово. Все туристы могут насладиться этим абсолютно бесплатно. Обед и ужин у нас по заказной системе. На выбор ваши туристы могут выбрать либо что-то овощное, либо мясо, либо рыбу или морепродукты. Каждый день. Меню меняется. Без повторок меню на бортах коэзной компании «Созвездие» возможно организовать 12 дней. То есть 12 дней ни одного блюда не повторится. Соответственно, помимо основного питания, у нас еще есть тематические ужины. Это капитанский ужин, приветственный ужин, это белый ужин. То есть ужин, в который мы подключаем еще адбригаду, чтобы ваши туристы не только вкусно поели, но еще и повеселились, можно сказать так. Помимо всего прочего, внимание к деталям есть на всех этапах. Если у ваших туристов вдруг есть какая-то диета, либо особое пожелание, вы всегда можете предварительно это указать. Наши директоры ресторана учитывают пожелания каждого туриста, даже если там какая-то аллергия или что-то такое, мы готовы для таких туристов готовить отдельно персональное блюдо. Мы следим всем новинкам, всем движениям. На бортах наших теплоходов, помимо диетического меню, также есть безглютеновое, которое туристы абсолютно бесплатно могут попросить и питаться по данной системе. Концепция питания абсолютно одинаковая на всех судах. У нас единая линейка сервиса. Во время ужина, помимо чая и кофе, также туристам подается бокал алкоголя. Это может быть на выбор либо бокал вина белого-красного, либо это может быть рюмка коньяка. Если кто-то любит пакетча, если кто-то придерживается здорового образа жизни, то точно так же может попросить стакан сока. Помимо всего прочего, у нас есть специализированное детское меню, которое можно предоставить детям. Новые впечатления каждый день мы организовываем не только интересные развлекательные программы, но и экскурсиями. Все экскурсии на бортах наших теплоходов сорганизованы так, чтобы туристы чувствовали себя уникальными. Даже если ваши туристы пойдут на пешеходные экскурсии, у каждого будет свой персональный ресивер. Поэтому не могут передвигаться вместе с экскурсоводом в своем темпе. Кто-то у нас любит фотографировать активнее, кто-то просто любит больше слушать, задавать вопросы экскурсоводам. Это позволяет группе быть единой, но при этом не терять в качестве представления услуги. Помимо всего прочего, в каждой каюте, на каждом теплоходе, неважно какой класс, ваш турист получит приветственный набор. Это бутылка воды, это плед для того, чтобы выходить на палубу даже вечером, когда может быть уже прохладно на воде. Это дорожный набор, чтобы позаботиться о своих вещах. И, помимо прочего, во всех теплоходах, на всех теплоходах наших компаний, во всех каютах есть телевизоры, во всех каютах есть холодильники, во всех каютах есть фены. Соответственно, это позволяет туристу максимально комфортно отдыхать. Естественно, сервис, он одинаково хороший для всех, но если ваши туристы выбирают каюту полулюк за балконом, дополнительно, конечно же, они получают преференции в виде сейфа, кофемашины, приветственного набора уже с бутылкой игристого и корзины фруктов. Такие нюансы есть. Но в целом единый сервис позволяет одинаково хорошо заботиться обо всех, поэтому даже если ваши туристы пойдут в стандартной каюте, они будут получать очень хорошее вкусное питание, они получат приветственный набор бутылок воды. И рецепшн для них будет точно так же доступен 24 на 7. Ваши туристы не будут вас беспокоить. Любой вопрос на борту теплохода у нас решается максимально быстро, максимально комфортно, вплоть до вызова такси и чего-то похожего. Так, и наша фишка это отдых с детьми. Мы в принципе позиционируем себя как компания, которая очень любит детей. Вот, поэтому, как я уже говорила, на больших теплоходах у нас есть детские комнаты, полноценные детские клубы. На теплоходах средних размеров, в многофункциональных помещениях у нас есть отдельная детская зона. То есть там тоже можно с детьми позаниматься. Видите, как наш брендшеф на слайде меню разрабатывает. Так, и, кстати, из бесплатных услуг наша кризная компания рада сообщить, что абсолютно для любого туриста услуга «Завтрак в каюту» предоставляется абсолютно бесплатно. Не важно, какая у него каюта. Турист может заполнить в бланк. Если он не хочет идти на завтрак, он выбирает себе по меню, что он будет кушать, ему абсолютно бесплатно это принесут в каюту. Для кают полу-люкс, помимо общего набора завтрака, также еще подается бокал и листово. Для стандартных кают бокал и листово, с бокалом и листово можно пойти в ресторан. Вот, ну, плюс завтрака в каюту в том, что это не отменяет основной завтрак, поэтому если ваши туристы ранние пташки, они могут заказать себе в каюту завтрак до основного, а потом еще пойти и докушать, что не докушали. Наши маршруты, в принципе, самые популярные маршруты наша кризная компания предлагает, это, ну, в первую очередь, криз выходного дня, то есть трехдневный рейс, который начинается пятницу и заканчивается воскресенье. Подходит для тех, кто не ходил до этого в кризе, подходит в основном для более такого, честно скажу, молодого контингента, потому что это обычно веселые рейсы с дискотекой довольно длительной, и, соответственно, ну, подходит молодежь, можно сказать так. Кризы по золотому кольцу. Из Москвы рейсы продолжительностью от 5 до 7 дней до Нижнего Новгорода, до захода в Ярославль, Кострому. Очень познавательные рейсы, можно смело советовать теми детьми, потому что это криз со страницей учебников, в основном где-то средняя школа, как раз изучают Древнюю Русь, и очень интересно побывать в городах, в которых пишут. Это также, ну, скажем так, любимейшие кризы наших пенсионеров, поэтому если кто-то из пенсионеров у вас запрашивает криз, тоже смело советуйте, потому что очень красивые места и весьма интересная экскурсионная программа. Самый популярный маршрут, наверное, это кризы в Санкт-Петербург, Москва, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Москва. Больше подходит для молодежи. Максимально красивые пейзажи, невероятная Карелия, при этом ваши туристы видят две столицы, отправление из Москвы и из Санкт-Петербурга у нас. Но для вас это бонус, потому что география ваша очень широкая, это и Белгород, и Псков, и Московская область, соответственно. Для ваших туристов, наверное, максимально интересный вариант будет именно рейс в Санкт-Петербург. Маршрут классический «Две столицы» на наших теплоходах занимает 7 дней. Рейс из Москвы в Питер, либо из Питера в Москву в одну сторону. Ваши туристы смогут увидеть две столицы нашей страны, и Москву, и Санкт-Петербург. При этом увидеть все самые интересные достопримечательности по маршруту, это и маленькие города Золотого кольца, и Ладогу, и Онегу. В рейсах «Две столицы» у нас заходят и в Кижи, и в Алаам. Не все операторы так делают. Мы понимаем, что не все могут позволить себе двухнедельный отпуск, чтобы увидеть всю Карелию. Поэтому наш маршрут сформирован так, чтобы за неделю турист увидел абсолютно все, что хочет увидеть по этому маршруту. Смело можете рекомендовать тем, кто ни разу не ходил в кейс, потому что однозначно 98% что вот этот самый лучший маршрут, он им точно понравится, максимально востребованный, инстаграмный, даже не побоюсь этого слова, потому что очень красивые кадры получаются. Рейсы в Татарстан, это крейсы из Москвы в Казань, такие у нас тоже присутствуют. Казань уже давно считается третьей столицей России, потому что к чемпионату мира ее полностью переделали. Очень красивая экскурсионная программа, очень насыщенная, при этом хорошо захватывает города Золотого кольца. Я тоже советую либо круизерам, которые там буквально это второй крейс для них, либо тем туристам, которые хотят чуть более, может быть, спокойно отдохнуть, и они более расположены в отпуске, потому что рейсы Москва-Казань в Казань-Москва занимают уже 10 дней, не 7. Крейсы на Словецкие острова, это уже такой околоэкспедиционный маршрут, совершает его наш теплоход «Северная сказка». Маршрут довольно длительный, занимает 10-12 дней, отправляется в основном из Санкт-Петербурга, но у нас есть несколько рейсов из Москвы. Соответственно, это уже история для опытных круизеров, это такое очень живописное место. Словецкий остров — это самый большой остров Беломаре, поэтому ваш турист увидит великолепные виды, и познакомится с историей нашей страны поглубже. И увидит Карелию максимально полно. Если кто-то просто хочет отдохнуть на протяжении 5 дней, и увидеть максимально красивые пейзажи, мы рекомендуем предлагать таким туристам просто круизы по Карелии. Это рейсы из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург. Продолжительных таких рейсов идет от 3 дней, если мы говорим о круизе выходного дня на Гула, до 8 дней. В 8-дневный рейс у нас идет вся Карелия, когда мы показываем все самые максимально красивые места Ладожского и Онежского озера. Уже очень большая вода, там даже в некоторых точках не видно берегов, ваши туристы почувствуют себя буквально полностью на глади. Очень красиво идти в эти карелии на белые ночи, потому что максимально красивый вид. В любое время можно выйти, насладиться пейзажем. Не бойтесь предлагать туристам, потому что теплоходы комфортабельные, соответственно, если они переживают, что будет светло, тяжело спать, нет, конечно же, каюта полностью оборудована с учетом этой специфики, ваши туристы будут чувствовать себя максимально комфортно и максимально довольны. И для опытных круизеров мы делаем длительные рейсы в Астрахани, Ростов-на-Дону, в Пермь тоже у нас есть круизы, соответственно, это уже более длительные рейсы с, скажем так, более расслабленной обстановкой, там не такая насыщенная экскурсионная программа, и добавляются стоянки, зеленые стоянки, это стоянки, где можно просто искупаться, либо позаниматься каким-то активным спортом. На бортах всяких теплоходов круизной компании «Созвездие» можно взять в аренду велосипед, то есть для активных туристов активности найдутся всегда, даже если они не предоставляются в городах прибытия. Теплохода ваши туристы смогут развлечь себя велопрогулкой, допустим. Так, вот это вся гигагетия наших рейсов, и, соответственно, великолепный вид Байкала, суббидицы на теплоходе «Империя». Так, концепция питания одинаковая ответила, круиз из каких городов ответил. Основные города отправления у нас Москва и Санкт-Петербург, наша круизная компания из Санкт-Петербурга, в принципе. Но, как я уже говорила, переезды до Москвы и до Питера, это, наверное, самые популярные маршруты, которые доступны всем. Это позволяет вашему туристу знакомиться с максимально популярными городами, при этом не потерять комфорта. На всех наших теплоходах действует беспрецедентная акция «Дети бесплатно». В любом рейсе, на абсолютно любом теплоходе нашей компании, если ваши туристы покупают каюту с дополнительными местами, дети до 14 лет включительно, на дополнительном месте путешествуют абсолютно бесплатно, ничего вообще не доплачивается. При этом они получают полный набор услуг, как и взрослые с ними в каюте. То есть это и питание, и развлекательная программа, и экскурсионная программа. Пример. Двое взрослых, двое детей. Мы выбираем каюту, где два основных места и два дополнительных места. Это может быть четырехместная каюта, допустим, на нижней палубе, на большом теплоходе, либо каюта повышенной комфортности на среднем теплоходе, где два основных места, два дополнительных. Взрослые выплачивают только основные места, ребенок путешествует абсолютно бесплатно на дополнительные места. При этом мы понимаем, что детей с такой акцией будет много на порту, и делаем все, чтобы всем туристам на порту было максимально комфортно. Мы максимально заботимся о детях, которые берут с собой родители, либо бабушки, дедушки, у нас нет никакого ограничения по возрасту. Есть специально аниматоры на всех бортах теплоходов. Помимо аниматоров, которые занимаются развлекательной программой, на больших теплоходах у нас есть няня-аниматоры. Дополнительная услуга «Няня на борту» позволяет туристам оставить детишек с няней и пойти на экскурсию. Допустим, если это дети от трех лет, они уже ходят в садик, они спокойно переносят по дополнительному согласованию. Можно использовать такую услугу «пойти погулять», при этом о ребенке будут заботиться, контакт с родителями будет. Детский клуб работает каждый день. Он рассчитан на детишек до пяти лет. Это полностью специально подготовленная комната, где с ними не только играют, с ними еще и занимаются, потому что профессионалы путешествуют, можно буквы получить. В зависимости от того, какая группа подбирает, естественно, индивидуальный подход к каждому ребенку вылечится. Каждому ребенку до 10 лет, который попадает на бок нашего теплохода, мы даем приветственный подарок прямо на стойке регистрации. Это позволяет занять ребенка в ходе регистрации, потому что иногда бывает, что не совсем все очень быстро походит, то есть не сразу ключи выдаются туристам, а нужно еще в ресторане зарегистрироваться, для того, чтобы ребенок тоже не скучал. В момент, когда туристы только попадают на бок теплохода, он уже сразу получает подарок, начинает с ним играть. И, соответственно, родителям комфортно, потому что у ребенка на протяжении всего круиза игрушка дополнительная. И всем радостно. В ресторанах у нас, естественно, есть детские стульчики и меню. Для детей, которые идут у нас бесплатно по акции, можно заменить основное меню на взрослое, основное взрослое на детское абсолютно бесплатное. Детское меню, оно, конечно же, рассчитано, наверное, на детишек лет до 8, то есть там все интересно сделано, красиво украшено для каких-то более маленьких ребяток. Помимо всего прочего, абсолютно бесплатно мы предоставляем всем туристам детскую кроватку с комплектом белья и горшок. То есть не нужно беспокоиться о том, чтобы с собой что-то еще дополнительно брать. Мы готовы предоставить это на бакту абсолютно бесплатно. Единственный нюанс по кроваткам. Они помещаются, честно скажу, не во всех каютах, поэтому предварительно, пожалуйста, запрашивайте через вашего менеджера, мы подскажем, поместится кроватка или нет. Детишек до 5 лет включительно можно брать бесплатно не по акции. А, допустим, если идет двое взрослых и ребенок до 5 лет, его можно брать как инфанта, без места и питания. Питание на такого ребенка оплачивается на бакту дополнительно через заказ по детскому унию. То есть туристы приходят, выбирают конкретно то, что ребенок будет кушать, заказывают и он вместе с ними питается. И, соответственно, спит он, если каюта позволяет в детской кроватке, если каюта не позволяет, то с родителем кровати основной. То есть у нас бесплатно детишки и так могут путешествовать. Если по акции еще вопрос будет, я потом вернусь. Вот на этом слайде вы можете видеть, как организован детский уголок на теплоходах средних размеров. То есть даже с учетом того, что там нет полноценной детской комнаты, места для развлечения с детьми там все равно присутствует. Поэтому в такие, в круизы, на этих теплоходах, как я и говорила, в основном уже любят ходить опытные круизеры. Чаще всего у нас в рейсах встречаются бабушки и дедушки, которые берут внуков. Это такая максимальная часто встречаемая история. Соответственно, бабушкам с дедушками тоже будет чем заняться. За ребенком будут следить аниматоры. И они смогут посидеть в какое-то музыкальное мероприятие абсолютно спокойно, не беспокоившись о том, что им нужно заниматься внуков. А на больших теплоходах еще, помимо всего прочего, у нас есть отдельная прям развлекательная программа для детей. То есть для взрослых развлекательная программа идет одна, для детей другая. Она не пересекается. Взрослые, скажем так, могут даже своих детей только во время питания ее увидеть. Частая очень история. Мы будем очень рады познакомить вас всех с нашими теплоходами поближе. У нас планируются дни открытых дверей. И для вашей сети мы готовы даже индивидуально показать осмотры, сделать в Нижнем Новгороде, в Москве, в Казани, в Ярославле. Поэтому, если Екатерина здесь что-то написала, вы можете обратную связь ей дать. Будем рады показать вам уже более детально каюты. Вы сможете сделать свои какие-то материалы, видеозаписи. Подробнее показали бы меню. И также я знаю, что Екатерина вам уже анонтировала рекламные круизы. Буду рада видеть вас на бортах наших теплоходов. Вы сможете почувствовать весь спектр впечатлений лично. Поэтому, если не записались еще, пожалуйста, подавайте заявки. Будем очень рады вас ознакомить. Я хотела бы вам еще показать видео, с вашего позволения, чтобы вы полностью погрузились. И позже, если еще какие-то вопросы будут, с радостью отвечу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я снова с вами. Если есть у вас еще какие-то вопросы по презентации, буду рада ответить. Вопросов, видимо, никаких нет. Продолжение следует... Так, не укачивает. Так, не укачивает. Смотрите, Гренея, совсем сказать не укачивает, конечно же, наверное, некорректно. Крызы есть двух видов. По рекам и по озерам. По рекам, допустим, крысь по Золотому кольцу не укачивает абсолютно, потому что берега находится довольно близко, и теплоход идет максимально ровно. Даже в машине будет укачивать больше, чем на теплоходе. Но если вы предлагаете туристу крысь, допустим, из Санкт-Петербурга по Карелии, то там уже большая акватория, большая водная гладь, там может быть волна и может укачивать. В этих случаях я рекомендую всегда советовать туристам теплоход большого размера. То есть это теплоход Лебединым озером, Луна, Санат, либо Дмитрия Фурманова. Поясню почему. На таких теплоходах стоят дополнительные стабилизаторы качки. Теплоход идет ровнее, плавнее, и, соответственно, ваших туристов не укачает. Но, допустим, наш теплоход Северная сказка, он экспедиционный, он специально оборудован, но стабилизаторов качки нет. Поэтому, если будет волна, немножко может укачать, но не сильно. То есть, соответственно, естественно, так как у поездных компаний первая, у всех поездных компаний в первую очередь идет забота о туристе, о его безопасности, мы ставим маршруты так, чтобы турист себя чувствовал максимально комфортно, вот. Можете прям смело советовать не бояться качки, вот. Мы заботимся о вашем туристе. Вот, если туристы прям переживают, что ой, меня укачают, тогда просто говорите, что идем по Золотому кольцу, все будет хорошо. Там не качают точно. Или в Казань, тоже как вариант. Так, это вопрос к Екатерине. Екатерина, к вам вопрос по бронированию. У нас навигация этого года уже предоставлена, у вас она тоже где-то есть на сайте, я уверена. И также навигация 2023 года в экспедиционных рейсах предоставлена. Можете предлагать своим туристам. Об и в тыж. Это уникальное предложение, больше ни у кого его нету. Сейчас до марта, по-моему, там предоплата только 5000 рублей. Вот. Поэтому, если заинтересует, Екатерина более подробно напишет. Будем рады видеть ваших туристов на наших экспедициях тоже. Экспедиция максимально комфортно организованная, чтобы даже, если ваш турист вдруг возрастной, он себя почувствовал комфортно. Еще, может, какие-то вопросы. У нас есть дополнительный сервис на борту. Если у ваших туристов день рождения, либо какое-то мероприятие, или вы хотите отправить группу. Наша круизная компания очень любит молодожен. У нас есть специальная скидка 10% молодожен в течение года, как они вступают в брак. Для всех молодожен и для всех, кого они берут с собой в круиз, скидка 10%. То есть они могут с собой еще друзей, родственников, кого хотят взять, 10% мы всем предоставляем. Ну и, естественно, вам тоже. Можете отправлять их, если вдруг им понадобится какая-то фотосессия, аренда зала для проведения мероприятия. Это все также дополнительно мы готовы вам предоставить. Можете вместе с заявкой делать запросы. Мы будем рады. Ну, видимо, вопросов больше нет. Если вдруг какие-то вопросы у вас появляются, Екатерина, насколько я знаю, она по круизному отделу главная, можете через нее сдавать. Мы максимально быстро отвечаем. Екатерина, у вас есть какая-то почта? Вот, да, круизная почта. Запрашивайте. Мы на связи. Будем рады видеть вас и ваших туристов на бортах наших теплоходов. Обязательно предоставим вам список рекламных... Рекламных, кто вы уже отправила, список дней открытых дверей, чтобы вы увидели уже персонально, как все это выглядит. Спасибо большое за внимание. Если вопросов нет, тогда, думаю, мы можем прощаться. Спасибо вам. И, как у нас говорится, до встречи на борту!